Ну что, сегодня мы пойдем в H&M, положено в нашем торговом центре. Его недавно отремонтировали, он был закрыт. В общем-то, собственно, был карантин. Весь карантин был закрыт по-любому, потому что его ремонтировали новое, сделали все новое, красивое внутри. Повесили шторы на стекло зачем-то, я не знаю, как будто бы, как будто бы, чтобы закрыть витрины от людей, которые смотрят снаружи, что вообще не имеет никакого смысла, потому что они должны, наоборот, рекламировать свою продукцию. Ну, в общем, написано, что до 70% распродажа. Пойдемте посмотрим, очень интересно. Итак, я начала с распродажи, зашла и сразу пошла в распродажу, но, если честно, мы потом в нее вернемся. Сначала мне ничего не понравилось, все такое старомодное. Потом вернемся и посмотрим поподробнее. А теперь летняя коллекция. Слушайте, одни сарафаны. Ну, я понимаю, что лето – это, конечно, пара сарафанов. И когда еще носить сарафаны, как не летом? Но кроме сарафанов летом, можно еще носить много разной другой одежды, особенно у нас в Канаде. Но, тем не менее, вот Эй Чен Эм решила, что кроме сарафанов нам этим летом ничего не нужно. Да и правда, что жарко. В общем, окей. Будем носить сарафаны. Вот, вы видите, я вам показываю. Во-первых, очень красивые расцветки. Некоторые прямо очень красивые расцветки. Вот этот вот, например, был просто такой, знаете, цветочный принт, причем он как-то так graduated, идет снизу вверх. Хочу сказать про состав. Вот сейчас подождите, потом про принт расскажу. Значит, посмотрите, какой у него хороший состав. У него лен, у него катон в составе. И в подкладке тоже подкладка сто процентов сделана из хлопка. Если вы помните, в магазине Massimo Dutti платье из вискозы было с синтетической подкладкой, с плестровой, что вообще теряет весь смысл натурального платья, если у него синтетическая подкладка. Так вот, я хочу сказать, что в H&M в основном все платья, которые натурального состава, лен, хлопок и так далее, у них тоже стопроцентно хлопковые подкладки. Что, в общем-то, правильно и так и должно быть. Тогда это как бы имеет смысл. А так это вообще теряет всякий смысл. Натуральное вроде бы платье, но подкладка синтетическая и как бы она совершенно перечеркивает всю натуральность этого платья. Так вот, вернемся к принтам и сарафанам. Ну, этот без принта, это просто белый такой, знаете, вафельный немножко такого качества. Вот, кстати, льняная блуза. Такая, как можно носить ее как блузу, можно носить ее как верхнюю рубашку. Написано, что натуральный лен. Стоит она всего лишь 30 долларов. Я действительно проверила состав и действительно стопроцентный лен. Кстати, вот 30 долларов всего лишь. Вот это мне платье понравилось. Интересное. Оно не цветное, не цветочное, но такой очень интересный рисунок. 30 долларов оно стоит. В нем, значит, вот вы видите состав. 78% лиоцелл и 25% полиамид, но переработаны. Молодцы. Значит, интересная-интересная расцветка. Ткань такая немножко с блеском, красивая. Очень я бы хотела его померить, потому что очень мне понравился. Но примерочные закрыты, примерочные закрыты. Пока закрыты, ничего нельзя с этим сделать. Дальше обратила внимание на такой сарафанчик. Посмотрела его цену. Что? 450 долларов? Я не поверила своим глазам. За что? В H&M? Как это вообще может быть? Ну, просто я была в шоке. Звезда была в шоке. Но потом, поковыряшись дальше, я обнаружила, что на другом написано 40 долларов. 39.99. То есть, конечно, 450 долларов это вообще была, конечно, ошибка. Но я вообще удивляюсь, что у них такие есть этикетки. То есть, явно, что неправильную этикетку повесили. Но для меня вообще загадка, что в H&M придутся вещи за 450 долларов, что они какую-то этикетку от какой-то не той вещи прицепили к этому сарафанчику. Ну, ладно, бог с ним. Сарафанчик беленький, хорошенький такой, знаете, очень такой классический фасон и хороший состав. 55% льна и 45 хлопка. В общем-то, вполне. Еще раз я посмотрела на эту этикетку 450, чтобы запомнить, как бы. Я такого еще не видела, конечно. Они дали. Привлекло прямо очень сильно мое внимание вот это вот платье. То есть, вот манекен, платье потрясающего цвета. Тоже сарафан, но с такой, интересно, как вот такой оборкой сверху, такой многослойный. Производит впечатление. Вот, во всяком случае, так вот висит и висит, а на манекене, когда надется, совершенно другое впечатление. Производит впечатление какой-то очень такой дизайнерская, такой французской ривьеры. Состав 100% хлопок, что, конечно, хорошо. Хлопок, правильно? Я правильно вижу? Да, мне кажется, что хлопок. Ну, и вот это вот, вот эта оборка производит впечатление какого-то, знаете, какой-то лепестки цветов у вас вокруг груди обмотанные. Значит, это вроде бы похоже, выглядит как будто бы костюм, как будто бы топик и юбка. Вот топик 19 долларов, 19,99. Такой тоже весь на шлечках, коротенький. Это вообще, конечно, все-все очень короткое, еле-еле прикрывает грудь. Состав тоже у него хороший, у него хлопок и лен. Я не вижу точно сколько чего, но хлопок и сольном. И вот эта юбка. На первый взгляд, производит впечатление, что это костюм. Но, на самом деле, здесь ткань другая. Стоит юбка 35 долларов, и у него, значит, странно, так написано, 75% лиоцел, а остальные 25% что? Ну, можно только догадываться. Так вот, когда я их приложила рядом, то я поняла, что они как бы на вид одинаковые. На самом деле, вот топик такой, больше льняной, а юбка такая более, вот видите, такой тонкий, такой прозрачный материал. Немножко такой, знаете, более такой шелковистый. Но, тем не менее, по цвету они очень-очень подходят друг к другу. И вообще, это очень модно сейчас. Вот эти вот топы короткие и такой же расцветки юбка. Очередной сарафанчик, еще один сарафанчик. Белый такой синенький василечек, тоже такой собранный, собранный на груди такой резиночкой. Стоит он 30 долларов, и к нему прилагаются шлейки, которые можно к нему приделать, к этому сарафану. Я только не очень поняла, как. Потому что вот это он висит не на шлейках, а это такие, знаете, как технические, технические петли, или как это называется, в общем-то, за что цепляют вещи в магазине, которые надо обязательно отрезать, когда вы покупаете вещи. Сто процентный катон. И вот еще один такой же сарафанчик. Больше, в общем-то, они все напоминают ночные рубашки с нашего детства. Катоновые тоже в такой белый василечек. Ночные рубашки, наволочки, пододеяльники у нас в бывшем Советском Союзе, вот в мое детство, я помню, из такой точно ткани шили. Очередная группа сарафанов, группа товарищей. Тут какой-то затесался пиджак инородный, но мы его перевесили, потом мы на него посмотрим. А тут, значит, сарафаны розовые. Два розовых, ярко-ярко-розовый и такой бледно-розовый. И еще один там дальше висит такой тоже в синий цветочек, василек, но только другой василек. Слушайте, все очень однотипное. На самом деле, я не знаю, это у нас так только или это везде так. Все в одну цену, все примерно одного фасона, все примерно одного состава. Но хочу сказать вам, что состав хороший. Вот не синтетика, а лен, хлопок. Есть какие-то примеси там полиэстера, но в принципе в основном составы натуральные-то. Вот. И все это вот за такие вот деньги, типа 30 долларов, 40 долларов. То есть как бы ничего страшного, а потом это все идет на распродажу, так вообще будет намного дешевле. Там, кстати, есть вещи на распродаже, я потом вам покажу, которые такие же подобные сарафаны, но они сейчас на распродаже. Правда, небольшой. Там разница небольшая, но тем не менее, они как-то уже их уже немножко уценили. Тоже из натуральных тканей. Вот этот вот бесценен вообще. Нет цены. Но я догадываюсь, что он тоже, наверное, стоит 30 долларов. И состав их тоже сколько? 75 вискоза и 25 катон вот этих сарафанов, что, в общем-то, тоже очень хорошо. Понравилась мне эта юбка. Так она мне прямо попалась на глаза. Что там за 100? 75% лиоцелл. 100%. Не поняла, не вижу. Но расцветка потрясающая. Посмотрите, какие цветы, хризантемы на голубом фоне. Всякие такие разноцветные. Потрясающе. Ну, и чтобы два раза не вставать, вот тут как раз пиджак, который попал совершенно случайно в эту группу сарафанов. Видимо, кто-то просто перевесил. По-моему, льняной стоит 60 долларов. Белый льняной пиджак. Очень мятый. Ну, все вообще вещи ужасно мятые, потому что... Ну, потому что это H&M. Потому что... Плюс ко всему, как экскьюз может служить то, что они все натуральные. Это лен, это хлопок. Он вообще очень мнется. Его надо все время разглаживать. Поэтому... Ну, что вы хотите. Конечно, он мятый. Плюс еще и H&M. Никто не будет вам за 29, за 39 долларов платье стоять его и разглаживать. Потому что купят и так. Чего там? Чего стараться? Ну, и вот юбки с майками-алкоголичками. Виск. Виск сезона лето 2021. Это майки-алкоголички. Это, видимо... Вот она стоит 15 долларов. Это, видимо, последствия все-таки карантина. Когда люди сидели дома и в моду плотно вошли пижамы, халаты и прочая домашняя одежда. В том числе и майки-алкоголички. Я считаю, что она такая полудомашняя одежда. И вот сейчас они на самом-самом пике. Вот нашла еще один сарафанчик. Тысяча первый сарафанчик. Такой же точно, как предыдущие тысячи. Пыталась найти, где же все-таки пристегиваются эти шлейки. Как же они пристегиваются? Но не нашла. Вот смотрела, смотрела, рассматривала. В общем, не нашла. Ну, наверное, как-то это предусмотрено, раз они их продают. Правда же? Там тем более такие крючочки. И вот есть, видимо, за что их цеплять. Тут меня занесло в такой отдел домашней одежды. Спортивный, домашний. Ну, то есть, в принципе, и уличный, конечно, но в основном это такая домашняя одежда. Вы знаете, я озабоченная шортами дама. Я, значит, ринулась к этим шортам. Как раз они такие трикотажные на веревочке такой, на резинке. Ну что, они из такой плотной ткани, почти как худи такой вот ткани. Знаете, какой-то не совсем летний вариант. Вернее, в общем-то, это летний вариант. Но, на мой взгляд, они какие-то такие немножко жарковатые. Вот. Вот еще одни нашла. Эти немножко подешевле. У них такой ободранный край. И тоже точно такой же, такого же качества, такого, знаете, а-ля худи толстовка, как будто бы только такая тонкая толстовка. Вот. В составе присутствует 22% переработанного хлопка. Все остальное, даже страшно подумать, чего там присутствует. Но почему-то об этом они гордо не объявляют. Следующий, какая-то такая интересная, такой, знаете, гавайский вариант летней одежды. Ну, это не совсем гавайские рубашки. Это женские, кстати. Я сначала думала, может, меня в мужской отдел как-то я забрела случайно. Но потом я поняла, что я все-таки нахожусь в женском отделе. Ну, такая, вариант такой блузы мужского типа гавайской рубахи. Гавайские рубахи более яркие, более цветные. На них там нарисованы всякие пальмы. Я не знаю, какие-то цветы яркие. А это такая более сине-белая. В общем-то, потише, поскромнее расцветка. И вот это тоже такой, знаете, отсыл гавайской рубахи. Мужской, с ананасами, желтый. Но тоже она не очень яркая. Видите, она такая, бледный желтый цвет и серые, серые ананасы. Очень такой взящный, я бы сказала, вариант. Вот состав тоже неплохой. Там был катон, и здесь тоже стопроцентный катон. В общем-то, не успеваю я за своей съемкой. Такое же имеется платье, из такой же расцветки, но ткань другая, немножко другая, чем эта рубаха, но очень похожая. Но это все, конечно, летнее-летнее пляжное. Вот очередные шорты потянулись в мои ручки к ним. Они очень интересные тем, что у них очень интересное качество. Они такие шелковистые немножко, но в то же время как будто бы хлопковые. В общем, интересные. Стоят всего лишь 30 долларов. Ну, как всего лишь. Шорты стоят 30 долларов. Не так уж это и всего лишь. Учитывая, что это H&M, вот я так приложила их к этой рубахе, думала желтенькой с желтеньким, но как-то это не совсем, потому что немножко другой желтенький. Как-то они отличаются. И вот леонные брюки. Кстати, такие, знаете, вот и в пир, и в мир. Вернее, скорее в мир, чем в пир, потому что они такие на каждый день больше. Но стопроцентный лен. Цена у них очень-очень нормальная такая. 40 долларов для льняных брюк. Тоже на резинке сверху, на веревочке. Вот написано, что это натуральный лен. И они есть в трех или четырех цветах. По-моему, есть белые, есть синие, есть вот эти, знаете, прям натуральные льняного цвета, есть черные. Мне кажется, что белые очень просвечиваются. И лучше, конечно, взять такие бежевые. Вот нашла платье, настоящее платье, не сарафан. 35 долларов с настоящим рукавом. То есть, вот, как бы не сарафан, вернее, о платье. Ну, и так оно по лифу как-то собрано. В общем, интересный такой фасончик. Оранжевый такой цветочек симпатичный. И вообще, вот, там была какая-то такая, знаете, полка с оранжевыми вещами, юбка. С таким бежевым топиком. Кстати, красиво выглядело. Так, это обувь. Ну, это вообще ужас, летящий на крыльях ночи. Вот эти вот их золотые босоножки. Они стоят, по-моему, с прошлого года. Не знаю, они сейчас по 18 долларов. Мне бы заплатили, я бы такие не надела. Ну, пардон, если кому-то нравится, девочки. Но это чисто для меня, как бы, они мне нет. Эти немножко получше. 13 долларов они стоят. Но я, кстати, их померила. Нашла свой размер. Они такие тяжелые. Они тяжелые-притяжелые. Как гири на ногах. Так что даже за 13 долларов, в принципе, нет, нет, нет. Эти я даже не мерила. Потому что, в общем-то, ну, я не знаю насчет обуви из H&M. У меня, правда, никогда не было обуви из H&M. Я даже не знаю, насколько это удобно, неудобно. Я подозреваю, что не очень удобно. Но бывают сюрпризы. Вы знаете, у меня самая неудобная обувь, это самая дорогая обувь. И самая удобная обувь, это ботинки, купленные за 5 долларов в Walmart. Вот вы никогда не поверите, я в них могу... Они как тапки. Я в них могу ходить сутками. Да, ну, это истории из моей жизни. Вернемся к H&M. Так, мы попали в купальники. Причем это, по-моему, распродажа. Но вот это конкретно, кстати, нет. Вот эти купальники закрытые. Они за полную цену. Интересный такой с пряжечкой. Такой, знаете, а-ля 60-е годы. Фасончик а-ля девушка Бонда. Сколько он стоил? По-моему, до 35, даже 40. Там потом я нашла. Они были всех размеров. А тут я нашла его один. Единственный, но, в общем, такой интересный купальник. Потом были вот эти вот купальники. Знаете, они уже много-много лет как вошли в моду и продолжают их делать. Вот с таким вот краем обработанным. Как же это называется? Я не помню, забыла. Но вы понимаете, о чем я говорю. Вот они как раз на сейле сейчас по 13 долларов. И вот этот вот писк купальной моды нынешнего сезона – это вот этот вот купальник, сделанный из такой ткани, сжатый рубчик такой. Ну вот он тоже на распродаже. Он стоит 13 долларов. Размер, кстати, ларч. Я так на него посмотрела и так и эдак. Потом подумала, ай, черный какой-то. Все-таки он такой мрачный. Все-таки летом на пляже хочется чего-то такого яркого, такого, знаете, цветного. Ну, в общем. Так, дальше попала я в сумки. Ну, это как бы перепевы наши всем известные фасонов надутых плетеных. Вот даже вот плетеная как будто бы соломина сумочка. Но она не соломина, на самом деле. Сколько она? 30 долларов. Это не натуральная солома. Но выглядит, кстати, неплохо. Выглядит симпатично. И вот совершенно очаровательный платок. Он, конечно, не из шелка. Он, конечно, полиэстровый. Но расцветка просто-просто радует глаз. Просто я не могла оторвать рук своих. Я, в общем-то, не очень-то ношу эти платки. Я как бы особенно не увлекаюсь. У меня они есть. Я их редко ношу. Поэтому я их так рассмотрела, повертела и оставила. Вот этот комплект. Юбка с топом. Если можно вот этот бюстгальтер назвать топом. Ну, так и сейчас топы. Ну, топ. Так это, да. Сейчас такие топы. Его купили все блогеры. Абсолютно все блогеры. Его продемонстрировали, носили, показывали в Инстаграме, в Ютьюбе. Сейчас он на распродаже. Вот топик вообще стоит 10 долларов. Дом и стоил 15. Не страшно. Юбка, по-моему, 24. Вы знаете, потрясающая расцветка. На самом деле, действительно расцветка. Такая красивая. Вот эта вот юбка и вот этот топ. Супер такой летний, очень такой, знаете, изящный, элегантный. Такой немножко Дольче Каббана, по-моему. Ну, в общем, симпатичный. Ну, вот сейчас вот они уже на распродаже. Потому что уже все их купили, все уже их поносили. И сейчас уже их повесили на ссыл. А вот это вот тот самый сарафан, который я сказала, что они сейчас на распродаже. Точно такие, как висят за полную цену. 100% органический катон. Стоил он 29, по-моему, да? Или 39, сейчас 24. Ну, в общем, короче, я пропустила цену. Но небольшая разница в цене. Так что пока еще как бы уценка небольшая. Но, тем не менее, она есть. Вот это вот платье из той же ткани. Я, кстати, видела это платье тоже на многих блогерах. Да, вот оно стоило 40. Сейчас оно стоит 29, правильно? На 10 долларов всего лишь уценили. Это уже не такой бигдил. Очень симпатичное платье. Но немножко такое инфантильное. Знаете, вот эти вот оборочки такие. Цветочки, оборочки. Прямо юбочка такая присборенная. В общем, все прям такую детскую песочницу сидеть. Еще плюс ко всему, совершенно такая голая спина с завязкой. Что тоже неудобно. Потому что, ну, спину не всегда можно выставить на показ. Не всем как бы. Не у всех она идеально красивая. Поэтому, как бы, не знаю. Ну, носят такие платья. Вот. И дальше я пошла шуршать по распродаже, так сказать. Мацала все платья подряд. Сарафаны. Вот миллион этих сарафанов. Разные всякие. Некоторые больше уценили, некоторые меньше. Я так понимаю, что это зависит от того, насколько давно они в магазине висят. Тут мне попалось на глаза, что сарафан, который стоил или платье 60 долларов, а сейчас стоит 18. Я подумала, о, сейчас вот это, вот это разговор, вот это, вот это уценка. Но оказалось, что это комбинезон. А не платье, чему я была огорчена. Потому как с комбинезонами я дружу, но не сильно. Вернее, так дружу, но так. У меня есть несколько штук. Я стараюсь их не покупать, потому что как-то купила. Очень мне понравилось. И ношу я их очень редко и висят. В основном висят. В основном не ношу. Хотя мне нравится идея сама. И на мне они очень сидят хорошо. Вот что странно, подчеркивает красивую фигуру. Да, это распродажа сумки-шляпы. И тоже в каком-то из своих влогов я это показывала. Потому что это уже очень старая коллекция. Они очень давно висят. Просто все было закрыто. И как бы они все это перетащили, по-моему, чуть ли не с прошлого лета. Вот эти сумки и шляпы. Сейчас они вышли на распродажу. Причем довольно на такую хорошую. Сумки по 8, шляпы там по 6, по 7. В общем, очень хорошо. Еще немножко обуви. Это не сейловая, это не распродажа. Это такие, ну вот, по-модному. Вот эти вот перепончатые босоножки. Небольшой каблучок. Не знаю насчет удобства. Мерить не стала. Потому что моего размера, в принципе, вообще нет. То есть мне нужен пятый. А у них самый маленький 5,5. И они мне велики. Я примеряла несколько раз. То есть ботинки, например, я могу еще как-то носить. Потому что ботинки я могу купить немножко больше. А босоножки мне все-все-все велики. Самый маленький размер мне большой. Ну и, конечно, не удержалась я не попримерять шляпу и не прикладывать к себе эту сумочку плетеную, чтобы посмотреть, как бы красиво, некрасиво, как это выглядит. Вот, девочки, буду с вами прощаться. Вот такой у нас сегодня обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки. Люблю всех, целую. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Привет из Канады. Субтитры сделал DimaTorzok